Вопрос дня в эфире Первого, Приднестровского и Радио 1, Радио 1+. Здравствуйте! Мы начинаем новый сезон и обещаем, что наши эфиры будут еще интереснее. Республика готовится к праздникам, города и районы преображаются, а вот коронавирус не отступает. Как отметим юбилей страны в условиях пандемии? Узнаем сегодня. Сегодня к нам в гости пришел Александр Коршунов, председатель Верховного Совета. Здравствуйте, Александр Викторович! Здравствуйте! У нас обязательно проверяют при входе температуру, у нас убираются помещения, кварцуют помещения. И здесь, в студии, у нас есть необходимая дистанция. Итак, республика, как настоящая дама, готовится к своему юбилею. 30 лет – прекрасный возраст, и как раз в это время она прихорашивается и становится невероятно красивой. Александр Викторович, где в Приднестровье вы любите находиться больше всего? Где, на ваш взгляд, невероятно красиво и хорошо? И сейчас, наверное, скажете дома. Вы правы, времени не так много для отдыха. И, естественно, ты отдыхаешь либо в пошаговой доступности от дома, либо в велосипедной доступности от дома. В пошаговой доступности парк имени Горького, в велосипедной доступности парк имени Александра Невского, ну и, конечно же, свой округ. Это округ Солнечный Бендера. Вы на велосипеде катаетесь? Бывает. Столица преобразилась до неузнаваемости. Екатерининский парк откроет уже завтра. Теперь это наша гордость. Есть чем похвастаться перед гостями. Екатерина восседает на троне. Суворов мчит к ней, наконец, донесением о том, что город основан. Появился каскад фонтанов, выставочный комплекс. Уже готов макет Тираспольской крепости. Все это ночью подсвечивают. Есть и тропа здоровья. Зачем столько средств тратить на благоустройство и преображение? Почему бы не потратить эти деньги на что-то более важное? У вас 30 секунд. Это был вопрос дня. Для граждан любой страны очень важно иметь работу, иметь кровь. Но и очень важно иметь комфортную и приятную атмосферу проживания. Это благоустройство территории, парковые зоны, набережные, фонтаны. Это и есть третий кит, на котором стоит благоприятная среда проживания. Все время. Виолетта прервала 30 секунд, но это таковы наши правила. И все же. Почему? Когда страна, ну скажем так, испытывает сложность, когда идет борьба с коронавирусом, расходы идут на строительство парков, в том числе на строительство парков и зону отдыха. Сегодня мы финансируем не только благоустройство территорий в Приднестровье. Очень много финансовых ресурсов уходит на борьбу с коронавирусом. Это и создание условий, где лечат наших больных. Это и госпитали, и содержимое этих госпиталей. Мы должны финансировать в стратегическом плане те же вопросы экономического характера. Это и мелиорация, и реальный сектор экономики подставлять плечо. И вот наш бюджет, пусть он не очень большой, но позволяет финансировать ряд направлений стратегического характера. В том числе это и экономика, это и социальная политика, но и улучшение и комфорт территории, где мы проживаем. Такие масштабные проекты, реализованные за последние 3-4 месяца в части борьбы с пандемией, я скажу, не все страны могут себе похвастаться. 140 миллионов, да, по-моему, уже выделили? Уже выделили, но к концу года цифра может возрасти до 250-300 миллионов. Эпидемиологическая ситуация в республике неблагополучная, так говорят специалисты. Отмечают рост заболевания коронавирусом. Если 2 недели назад за 7 дней зарегистрировали 81 случай, то за прошедшую неделю уже более 300 фактов заболевания. А у нас планируют проводить грандиозное празднование, юбилей 75-летия Победы, 30-летие республики. Мы понимаем, насколько это важные для нашего государства даты, которые нужно помнить, нельзя забывать, нельзя переписывать историю. Но в условиях пандемии все же есть риск. Хоть и по правилам обязательно на парад и в парк нужно надеть маски. Несмотря на то, что все-таки это улица, но маски нужно надевать, потому что это места массового скопления людей. И все же, Александр Викторович, вот вы пойдете на парад, на открытие парка и как, наденете маски? Обязательно пойду. Считаю это историческим событием для Приднестровья, но обязательно с соблюдением карантинных мероприятий. Это и дистанция, это и маска. Перед выходом, конечно, необходимо обработать руки. Я думаю, что такие важные моменты, важные вехи в истории Приднестровья необходимо отмечать и передавать историческую правду нашему подрастающему поколению. А маска уже у вас есть с собой? Извините, но две. То есть вы уже вооружены во всеоружии. Ну вообще мы хотим призвать приднестровцев, конечно, беречь себя и постараться оставаться дома. Мы, первые приднестровские, мои коллеги, наши коллеги, постараемся сделать для вас настоящий праздник именно в эфире. Итак, начиная с самого утра. Программа «Доброе утро, Приднестровье». Мы будем транслировать в прямом эфире парад. И все можно увидеть лучше, чем на самой площади. Мы покажем невероятно красивые ролики из самых живописных мест нашей республики. Все наши программы дадут вам возможность побывать на всех праздничных мероприятиях, не рискуя здоровьем. КЭП покажет не только то, что проходило в столице. Просто, ну не выключайте телевизор, мы постараемся для вас сделать праздник незабываемым. Мы часто показываем, как преображается наша республика. Вы, кстати, тоже как депутат прилагаете много усилий для того, чтобы ваш округ менялся к лучшему. Ваш округ в Бендерах, округ в Солнечный микрорайон. И он меняется и меняется на глазах сейчас. Расскажите, что там сейчас происходит? Каких перемен ждать? На самом деле работа ведется системно. Уже более четырех лет мы не начали работать вчера или позавчера. С некоторыми депутатами городского совета, как Тарасов Олег Юрьевич, Владуца Михаил Константинович, совместно мы реализуем намеченные проекты. Но хочу сказать, что без помощи жителей микрорайона Солнечный, без их энергетики, без их энергии преобразить свой микрорайон у нас бы ничего не получилось. Но, конечно, и же бюджет республики тоже подключен к этим мероприятиям. Каким будет микрорайон? Расскажите, опишите его. Он будет солнечный, потому что он солнечный. Во-вторых, мы приложили максимум силы в эту пятилетку для того, чтобы люди могли прогуливаться по микрорайону, не ломая ноги. Для этого мы реализовывали программу тропинка. Для красоты реализовали программу заборчик, который ограждает цветы, клумбы. И становится красивее, приятнее, радостнее. А с жемчужиной, как говорят на тортике, это будет парк Солнечный. Правда, масштабный проект. Мы предполагаем его реализацию в течение двух-трех лет. Но это будет зона отдыха, где могут отдыхать и детки, и взрослые поколения, ну и, конечно же, родители наших деток. А кто, по-вашему, из депутатов, вот вы знаете всю работу и внутри Верховного Совета, и на округах, как работают. Кто из ваших депутатов, как вам кажется, работает лучше других, и с избирателями, и с законодательством? У нас сложился, к счастью, достаточно мощный коллектив опытных законодателей. Очень комфортно с ними работать. Каждый из них старается по максимуму, работает как в Верховном Совете, с точки зрения создания и реформирования законодательства, так и на своих округах. Поэтому выделить кого-то вот прямо отдельно я не смогу. Хочу сказать, что практически все работают достойно. В этом году к нам добрались гости из республики Арцах, Нагорный Карабах. Что бы вы им, как преднестровец, рассказали и какое место в Приднестровье показали? Чем вы гордитесь? Я горжусь нашими людьми. И в первую очередь я бы, конечно, показал и показываем, мы проводим сейчас с ними очень много времени, наших людей. Мы просто гуляем по столице, мы выезжаем на предприятия, где можно пообщаться с нашими людьми. Поверьте, у нас люди очень открытые, добрые, трудолюбивые. И вот гордость за своих людей я и хочу передать нашим коллегам. Конечно, показал бы и покажем мы обязательно все наши жемчужины экономического направления. Это и производственные предприятия, и, конечно же, зона отдыха. И в первую очередь нашу туристическую жемчужину, туристическую Мекку, можно ее назвать, Приднестровье. Это Екатерининский парк. Спасибо вам большое. Ну, с наступающим праздником тогда. Спасибо большое. Мы продолжаем. Встретить достойно праздники и не заболеть сейчас главная задача. Поэтому мы призываем преднестровцев, соблюдайте меры карантина. А будут ли ужесточения этого карантина, сейчас узнаем у первого заместителя министра внутренних дел Приднестровья Андрея Барабаша. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то вы у нас в студии, не онлайн. По официальным данным, за время пандемии коронавирусом заболели в Приднестровье более 2000 человек. И вот сейчас уже становится понятно, что коронавирус, несмотря на все надежды, он не отступает. Эпидемиологи говорят о том, что вот рая волна. Что происходит? С одной стороны, вот рост заболевших, люди почему-то вот создают впечатление, что они наоборот массово начинают расслабляться, не соблюдают карантинные меры. Как вам кажется? Или как раз-таки рост числа заболевших связан с тем, что люди перестают соблюдать меры? Ну, говорить о том, что наши граждане не соблюдают карантинные меры, не приходится. Смотрите, зайти в магазин, в торговый объект без маски вы не зайдете на рынок. Ну да. Аналогично. Поэтому, говорить о том, что наши граждане совсем не соблюдают установленные санитарные карантинные меры, не приходится. Сделать речь о том, что сами наши граждане не желают этого делать по своей инициативе. Это недопустимо. Но мы видим, что организации все-таки нарушают правила карантина. Давайте посмотрим видео. В Рыбнице учителя практически все пришли в одно время сдавать тест на коронавирус. Массовое скопление людей. Эти кадры мы сейчас видим. О чем думают те, кто назначал одно время? Вот учителя пришли сдавать тест на коронавирус, проверять себя перед началом работы. А вот репетиция парада. Посмотрите, как стоят люди. Масок нет, дистанции нет. Мы видим, что люди не думают о своем здоровье. Это то, о чем мы говорим. Люди пошли на субботе. Но дистанции нет. Все люди находятся в массовом скоплении друг с другом. И не соблюдают ни дистанцию, ни меры безопасности. Кто-то чихнул, кашлянул. И никто не застрахован от того, что может заболеть коронавирусом. Андрей Николаевич, как планируете поступать вот в таких ситуациях? Ответственность за организацию подобных мероприятий лежит на самом руководителе. В данном случае на руководитель учебного учреждения, который называл тестирование учителей и педагогов. Вот подобным образом. В любом случае, все мероприятия с участием массового скопления граждан должны проходить с учетом установленных требований. Это, напомню, социальная дистанция до полутора метров. Если не получается соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления граждан, это ношение масок. Ну и, конечно же, сознательность и ответственность самих граждан, которые не должны допускать подобного. Ну вот тенденция последних дней, как раз рост заболевших на предприятиях. На нескольких фабриках выявили очаги инфицирования и цеха, и даже целое производство закрыли на карантине. Ну вот фабрика Флуари, например, там, насколько мы знаем, проверка выяснила, что не выполнялись даже меры безопасности элементарные. Вот какие-то подробности здесь можно услышать. И можно ли говорить о халатности со стороны руководителей в данном случае? Мы всем прекрасно видим, с вами ослеживаем статистику внимательно. За последние несколько недель отмечается существенный рост заболеваемости вирусных эффектов в нашей республике. В том числе факты заболеваемости, так называемые вспышки, отмечаются и на производственных предприятиях. Непосредственно, если в части фабрики Флуари, то в ходе проверки, которые были проведены совместно с участием струнников МВД, Центра гигиены и представителей государства администрации города Бендеры, был выявлен ряд грубейших нарушений, а это не проведение термометрии, так называемого входного фильтра на предприятии, это не соблюдение масочного режима в закрытых цехах на предприятии, это антисанитарное состояние многих помещений, это не введение должным образом соответствующей документации и не проведение дезинфекционных мероприятий. Все это привело к подобному заболеванию. Непосредственно на руководителя данного предприятия с струнниками МВД города Бендеры был составлен административный протокол по статье 6.6 Кодекса о 2 правонарушениях и вынес на соответствующие предписания Центра гигиены на устранение этих недостатков. Предприятие сейчас частично закрыто, закрыт один цех. Наиболее неблагоприятная корона-обстановка в производственном секторе Бендер, но много нареканий и к медучреждениям города. Вадим Красносельский поручил провести скрупулезную проверку в том числе и проверить, как оказываются медицинские услуги. А давайте послушаем, что говорит глава государства по этому поводу. Ну вот когда должностные лица страдают синдромом отрицания коронавируса, тем более должностные лица Министерства здравоохранения, либо конкретных больниц, вот это мне вселяет в меня удивление, как минимум. Поэтому, Кристина Валерьевна, при выявлении вот таких лиц, не верующих в коронавирус, именно в системе Минздрава, всех направляйте в ковидные госпиталя, коммендируйте их туда, это ваше право. И их обязано спасать людей. Андрей Николаевич, если в медучреждениях, больницах, поликлиниках, в школах выявляют случай коронавируса, что предписано делать? Конечно же, решения оперативного штаба были утверждены соответствующие рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях, которым необходимо следовать и строго соблюдать их. Это возложено непосредственно на администрацию учебных заведений, это возложено на государство администрации городов и районов и непосредственно на Министерство просвещения. Рекомендации есть, необходимо их соблюдать. Если мы говорим о единичном случае заболевания непосредственно в учебное заведение, то закрывается на карантин класс, в котором обучался ребенок заболевший. Если факты заболевания отмечены в двух и более классах, то вся школа подлежит закрытию на карантин. То, что касается и предприятий? Да, мы говорим об этом. Если заболел один сотрудник предприятия, мы наблюдаем ситуацию. Непосредственно наблюдает администрация предприятия, учреждения, организации. Если два и более случаев, то, конечно же, предприятие закрывается на 14-дневный карантин. Эпидемиологи фиксируют, что все чаще коронавирус к нам завозят. Но те же туристы сейчас побывали в Турции, когда Турцию открыли, приезжают и у них фиксируют заболевания. И сейчас Оперштаб принял решение, что с 1 сентября выезжать на отдых за границу не получится. То есть, получается, покупать путевки нет смысла. Расскажите об этом подробнее. Сегодня в ходе заседания Оперштаба было принято решение о том, что граждане, выезжающие, вылетающие в страну дальнего зарубежья для отдыха по путевкам, приобретенным до 31 августа, они еще выезжают. Граждане, которые приобрели соответствующие туры после 31 августа, получают соответствующее разрешение на выезд в оперативных штабах, в территориальных гарнизонах, не получат. И им выезд не будет согласован. Поскольку, действительно, за последние несколько дней отмечены ряд неединичных случаев заболевания, он так говорит, привозных. А сами понимаем, что один заболевший, который привез нам это заболевание из отдыха, он отдохнул, да, привез заболевание. Соответственно, он за собой тянет 5-6, ну и более. Во-первых, это члены семьи, соседи, близкие друзья, родственники, ну и так далее. И пошло по возрастающей. Это недопустимо. И поэтому принято следующие решения. Завтра начнутся праздничные мероприятия, откроют Екатерининский парк. Это событие, которого все ждут с нетерпением, потому что становится очень красиво, хочется погулять. А это массовое скопление людей. И уже оговорено не единожды, что даже на улицах, на открытии парка, во время парада обязательно ношение маски. Что еще, Андрей Николаевич? Ну, в принципе, вы перечислили все основные требования, которые необходимо соблюдать нашим гражданам при посещении подобных массовых мероприятий. Это действительно в настоящее время очень важно, это очень нужно. И граждане должны сами понимать, что они этим самым безопасят себя и свою семью от заражения вирусной инфекцией. Я еще раз повторюсь, это соблюдение социальной дистанции, полтора метра и более. Это стараться находиться в группах не более трех человек, если это не близкие родственники. А также, конечно, это ношение масочного режима, когда непосредственно соблюдение социальной дистанции не позволит этого сделать. И в частности, на все массовые мероприятия, начиная с завтрашнего дня, граждане обязаны будут пребывать в индивидуальных масках, в медицинских масках. Это будет все отслеживаться непосредственно сотрудниками милиции. Мы сейчас говорим о профилактических мероприятиях, которые будут проводиться, начиная с завтрашнего дня. Мы будем гражданам предупреждать о необходимости соблюдения масочного режима при нахождении в общественных местах. Это парки, скверы и так далее. Начиная с 3 сентября, непосредственно сотрудники милиции будут принимать все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. И в случае выявления подобных фактов, граждане будут привлекаться к административной ответственности. То есть будут штрафы? Да. С 3 сентября, а не с 1? Мы говорим сейчас за меры предупредительного характера, которые связаны с предупреждением граждан. Мы об этом говорим сейчас, мы об этом будем говорить завтра и 2 числа. Будем гражданам рекомендовать пребывать. А уже с 3 числа начнете штрафовать? А уже с 3 числа, да, мы уже будем принимать соответствующие меры. Ну, я думаю, мы подошли к главному вопросу дня и звучит он следующим образом. Если после праздников снова будет рост, а мы думаем, что будет. И по городу уже ходят такие слухи, ну и в социальных сетях разносят их о том, что вот прямо с 15-го, то ли с 20-го будут ужесточать карантинные меры. Действительно ли это так? Ну, вы знаете, в настоящее время говорить о том, что, как вы сказали нам, с 15-го до 20-го числа будут... От нее я сказала. Будут ужесточаться карантинные меры, пока не приходится говорить. Все будет зависеть от сознательности наших граждан. Если мы будем с вами соблюдать все те предписанные санитарными врачами нормы и правила, это социальная дистанция, это масочный режим, это, конечно же, личная гигиена наших граждан, то никаких ужесточений не потребуется. Это самое главное. Все зависит от нас. Все зависит от нас. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. И с наступающими вас праздниками. Спасибо. Это был вопрос дня. Мы напомнили, что расслабляться еще рано. Меры карантина обязательно нужно соблюдать. От этого зависит здоровье вас, нас и наших семей. Мы прощаемся с вами. Не забывайте следить за лентой новостей в нашем Вайбере, Телеграм-канале, ну и на сайте. Берегите себя и своих близких. И с наступающим вас праздником. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...